Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре Antminer B7. Темная лошадка. Интересное решение. Компания Bitmain выпустила ASIC для одного алгоритма и для одной монеты. Чипы стоят такие там тоже специализированные, которые именно сделаны для этого ASIC AB7. Соответственно, интересный вопрос. Монета, которая стоит всего 13 центов на данный момент и не поднималась выше доллара, удостоилась чести за иметь собственный ASIC. Ну что ж, приступим к обзору. Заявленная мощность 528 ватт. А для на самом деле потребляем 576 по ваттметру. Отдает свои заявленные 96 килохешей. Работает. Все нормально. В этом Тензорити монетка байтом. Вот, собственно говоря, сама консоль управления. Вкладка System. Обычно здесь ничего нового нету. Майнер Configuration. Здесь также прописывается три варианта. Пулов, воркеров. Майнер статус. Вот час 34 работает. Наш ASIC. Частота 500 МГц всего лишь. Температура 58 градусов отпечатки. И 62 градуса чипа. Очень даже неплохо. Экономично. Так, ну вот, перейдем к самой монетке байтом. Официальный сайт байтом. Красиво сделанный, аккуратненький, информативный сайт, на котором все ясно и понятно. Домашняя страничка. Пожалуйста. Roadmap. Кошельки. Кошельки доступны для операционной системы. Windows. Также для маков. Также можно скачать на гитхабе исходники этого кошелька, чтобы посмотреть, как он сделан, кто разбирается, убедиться, что там нет ничего, того, что там не должно быть. Экосистема. Вот кошельки, пожалуйста. Пулы. Ну, как обычно, F2 пул, как обычно, Ant pool. То есть китайский стандартный набор пулов. Имеется блокчейн, эксплорер. Также для этой монетки. Довольно солидное количество обменников, бирж. Вот они все подставлены. Пожалуйста. Подставлены также странички в соцсетях. Без гитхаба никуда не деться. Все на месте. Гитхаб, пожалуйста, кому интересно. Можно скачать с гитхаба. Посмотреть. Ну что ж, установка. Кошелька. Скачиваем кошелек. Значит, там один нюанс есть. Когда скачивается кошелек, открывается три вариации. В первом варианте это основной режим. Вот. И два варианта, значит, для разработчиков. То есть там имеется возможность работы с тестовой сетью. Имеется, значит, возможность, когда отдельно просто кошелек работает. То есть там просто вообще без сети, без использования сетки. Ну, то есть такой режим, в общем-то, нужен больше для отладки, для того, чтобы там разработчики могли поиграться с ним. Вот кошелек мы уже установили на компьютер. Видно здесь вот транзакции. Можно создать транзакцию, кому-либо перевести монеты. Аккаунты. Здесь можно посмотреть адрес основной. А можно дополнительно добавить еще адреса. Не проблема. Шелек очень простой для использования. Всем понятно. Слушай, ну и красиво такое достаточно, да, сделано? Ну, да, красиво сделано, очень-то. Для того, чтобы начать зарабатывать, значит, с помощью этого АСИКа, необходимо зарегистрировать на ампуле учетку. Значит, вот вы видите саму панель ампула. В левом верхнем углу имеется выпадающее меню, где можно выбрать монетку интересующую. В данном случае выбираем вот наш битом. Значит, здесь необходимо создать воркера, создать пользователя. Вот можно выбрать создать нового пользователя. Практически можно каждого пользователя наблюдать отдельно. То есть, если вы создадите основную учетную запись, вот видите, учетную запись до точки, то, что написано до точки, это основная учетная запись. А вот количество вот этих вот, после точки, да, это, собственно говоря, ваше уже конкретное оборудование может быть. Вы можете наблюдать за каждым конкретным оборудованием, подключенным к пулу. Если вы сделаете, что у вас будет только один пользователь, то вы будете видеть просто суммарный хешрейт всего вашего оборудования. Так вы можете разделить. Значит, после того, как вы создали воркера, необходимо в самой консоли майнера развести эти же самые настройки. Вам необходимо указать адрес пула, указать воркера, в данном случае наша основная учетная запись, и вот воркер B7 для примера, и нажать на кнопку «Сохранить» и «Применить». Значит, для того, чтобы настройки были ваши корректными, вы проверите, соответствует ли у вас адрес пула тому, что прописано в асике по умолчанию, тому, что прописано на самом пуле. Дело в том, что очень важно, если вы ошибетесь, то у вас, естественно, ничего не получится. Вот, во вкладке «Дэшборд» имеется сервер, здесь написано, такой небольшой, как бы, хелп по настройке асика. Вот эти вот данные самого пула и порт, которые прописываются в соответствующих полях асика. Дело в том, что почему их три? Сейчас объясню. Если недоступность, например, блокируют, или же перегрузка, или любые другие проблемы, то у вас ваш асик автоматически переключится на следующий пул. То есть, вот первый пул у вас по очереди, вот этот вот верхний, следующий, следующий, соответственно, у вас будет по очереди, и они будут переключаться в случае недоступности. Вот, собственно говоря, все настройки на этом заканчиваются. Здесь, как бы, вот, даже есть картинка, как конкретно это все настраивается в самом асике. То есть, для примера здесь указано, что три пула, три воркера. Ну, пароль здесь не заполнен, на самом деле пароль здесь не критичен. Тут он заполнен, все работает, никакой разницы нет. В данном случае здесь пул, воркер может быть без пароля. Ну, интересно, сколько же намайнили за два часа? Не выключали асик в течение двух часов. Значит, смотрим на наш дэшборд. Видим 7,74 монеты за два часа. Это 93 монеты в сутки. Соответственно, это 12... Ну, больше 12 долларов получается. Да, больше 12 долларов в сутки. При такой доходности, это просто немыслимо в нынешнее время, хватайте, покупайте, заказывайте в нашей компании. Сейчас мощность сети 35 мегахешей. Ну, если считать, что все оборудование, которое используется в этой сети, одни асики, их получается сейчас не более 300 штук. 350. Ну, 350 штук. Не более 250 штук. Так что, главное успеть. Ну, что, давайте его разберем. Посмотрим, что у него внутри. Вот хэш-плата. Как можно заметить, здесь стоят уже специализированные чипы, которые, в общем-то, я нигде не встречал ни в одной мастике. Соответственно, это уже выпущено только для этого осекания. Ну, что очень удобно, то, что радиаторы легкосъемные. Ничего никакого термоклея нет. Все легко разбирается, легко очистится. Вот, на каждый чип выполнен отдельный стабилизатор напряжения. Вот стоят сами ключи стабилизатора, вот стоят дроссели. Так же здесь тоже видно. То есть, под радиатором два чипа. Естественно, что снизу, чтобы отвести поэффективнее тепло от чипов, тоже стоят довольно-таки мощные радиаторы. Такие же, как в S9, но вдвоенные. Хорошие конденсаторы, качественные. Все цепи по питанию заблокированы хорошо керамическими конденсаторами. В общем-то, все сделано очень качественно. Один разъем питания. Естественно, разъем для управляющей плат. Три таких вот хэш-платы установлены. Вот они. Абсолютно одинаковые три хэш-плата. Всего лишь один вентилятор установлен. Вот такая вот большая управляющая плата. стоит. Корпус с одним вентилятором. Все стандартно. Аккуратненький, компактный корпус. Значит, радиатор крепится на четырех вот таких вот фиксаторах пластмассовых, подпружиненных. Ну, съем радиатора нужен для того, чтобы заменить термопасту обычно. Значит, делается не менее одного раза в год. Для того, чтобы обеспечить стопроцентную надежность устройства. Для того, чтобы снять радиатор, необходимо аккуратно зажать пластмассовые фиксаторы, не поломав их и не повредив. Аккуратненько демонтировать, поднять радиатор. Не допускаются никакие удары. Все должно быть аккуратно. Вот я отпустил, отжал. Вот видно термопаста свеженькая, качественная нанесена на радиатор. Вот сами чипы тоже. Вот они обмазаны. Заводская обмазка. Сейчас я их удалю, эту обмазку. Вот видно сами чипы. Вот можете даже прочитать название этих чипов. Видно тут не рабочая зона самого кристалла. которая должна быть идеально контачащей с радиатором. Соответственно, термопаста становится тонким слоем. Это должно обеспечить минимальное тепловое сопротивление. Вот максимум тепла передать этому радиатору. Конструкция самих зажимов. Вот она видно хорошо здесь. Как видите, пластмассовый фиксатор имеет такой вот механизм, который раздается ширь. Вот. И уже с платы никуда ничего не выходит. Пружина обеспечивает равномерное прижатие радиатора к чипу. Соответственно, усилие пружины подобрано таким образом, чтобы было прижатие достаточно сильным, но в то же время, чтобы не было сколов повреждений самого чипа. Видны вот контрольные точки на самой плате. Вот они диагностические контрольные точки. Здесь в данном случае земляные видны точки. Вот и еще дополнительный разъем тоже для диагностики. Вот здесь вот видно clock, data, земля 3,3 вольта, clear, чистка, sail, contact. Здесь вот даже колодка предохранителя предусмотрена. интересно тут предусмотрели они. Если посмотрите внимательно, здесь видно будет установленный SMD предохранитель надток 20 ампер. Так что, если ваша хэш-плата ни с того ни с сего отключилась, первым делом можно проверить этот самый предохранитель цепи питания хэш-платы. Здесь вот предусмотрена запайка большого такого предохранителя. И вот маленький запаин предохранитель рядышком SMD керамический. Ну, собственно говоря, вся разборка. Так что, как обычно, скажу вам, обращайтесь в наш сервисный центр, покупайте этот чудо ASIC, пока они есть в наличии. любые проблемы решим. Всего вам доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго, до встречи. до встречи. of the tall